Губкинский сегодня строится и развивается по генеральному плану, утвержденному в 2009 году. Но идет время, издаются новые законы, изменяются требования к архитектуре и градостроительству. Принятый в конце 2012 года план социально-экономического развития города до 2020 года стал отправной точкой для разработки новой редакции генплана. Были границы муниципального образования, которые совпадали с границами населенного пункта. Получается некоторая неувязка, что в границы населенного пункта попали земли лесов, что недопустимо, и по новому законодательству полигон. То есть до 2009 года, когда мы принимали это, было приемлемо. Сейчас разрабатывается новый проект полигона, и это уже недопустимо. Депутатам представили схему, на которой отражены границы населенного пункта с учетом новых требований законодательства. На плане отмечены жилые дома и промышленная территория. Здесь же депутаты могли увидеть схематическое изображение объектов перспективной застройки. Так, в первом микрорайоне запланировано строительство ледового дворца и детского сада. Во втором, на месте снесенных общежитий, появятся новые жилые дома. В этом же микрорайоне за школой искусств разобьют и обустроят каворкинг-сквер. Что это за новое ландшафтное решение, поинтересовались народные избранники. Татьяна Межукова объяснила, по задумке разработчиков планируется, не изменяя природного ландшафта, обустроить деревянные настилы на сваях. Но главное, в любой точке сквера будет доступна функция Wi-Fi. Здесь же, во втором микрорайоне, рядом с ручом появится парк для отдыха. Будут новые объекты и в остальных микрорайонах. После доклада главного архитектора вопросы от депутатов. Главный, как продвигается строительство пятой школы. По проекту возле пятой школы предусмотрен небольшой сквер. Где он будет расположен, депутаты смогли увидеть на слайдах, предоставленных главным архитектором города. После знакомства с новой редакцией генерального плана, народные избранники перешли к рассмотрению вопроса об организации содержания муниципального жилфонда и осуществлению жилищного контроля. Андрей Протасов рассказал о нарушениях правил благоустройства в городе. С мая нынешнего года таковых выявлено семь. В связи с непринятием должных мер, направленных на устранение выявленных нарушений в отношении трех должностных лиц, были составлены протоколы об административном правонарушении. Должностные лица привлечены к административной ответственности и должны заплатить штраф в размере 5000 рублей. Принимая во внимание, что строительство объектов на территории города является приоритетным направлением социально-экономического развития Губкинского, контрольные полномочия имеют более превентивный характер, нежели желание наказать руководителей строительных площадок. Депутаты отметили, что принятые в этом году правила благоустройства только способствуют повышению ответственности граждан и бизнеса за состояние территории возле жилых домов, строительных площадок и торговых объектов. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Новости Губкинского.